Бобруйск, 11 утра. На временной площадке складирования снега по энергетикам вовсю кипит работа. Одни самосвалы уезжают, другие приезжают. В кузовах сугробы с улиц, парковок торговых центров, подмостков, остановок и автозаправок. Ежедневно здесь выгружает около 500 кубометров снега. Работа ведется круглые сутки. Здесь он подвергается так называемому рыхлению, для того, чтобы снеготаяние более активно шло. Укладывается определенным образом по краю рабочей карты. Эта площадка обвалована по периметру. В весенний период, когда снег растает, данный земельный участок будет рекультивирован, то есть верхний плодородный слой почвы будет снят, вывезен на полигон, для того, чтобы исключить дальнейшее загрязнение земельного участка. Эта площадка утвердена распоряжением горисполкома, эксплуатируют ее ДЭП. Здесь оптимальный рельеф местности и отсутствуют залегающие грунтовые воды. Еще один важный аспект – удаленность от жилых объектов и учреждений образования. Масштабы второго полигона, что в районе поселка Титовка, впечатляют куда больше. Территория порядка 40 тысяч квадратов. Шум мотора здесь не прекращается. Сначала бульдозер утрамбовывает снег и сбивает его в кучу. Так он выравнивается и становится меньше. Затем сверху выгружают свежую партию. Столько снега на этой площадке не видели как минимум несколько лет. Но 2021 всем напомнил, как выглядит настоящая зима. Сейчас этот объект заполнен уже на 80%. Кругом целые горы и глыбы изо льда. Но снежная свалка – это не просто голый пустырь, а настоящий рабочий объект с отапливаемой будкой, сторожем и круглосуточным режимом работы. Машины здесь принимают по талонам. Это исключает, например, разгрузку мусора или песка. Первым по этому талону смотрим, снег в очереди, снег. И показываем, куда выружать снег. То есть контроль осуществляется такой серьезный? Да, да, контроль серьезный осуществляется. Потом идем с утра начальник участка, это все сдаем. Записываем и все сдаем. Циклон «Волкер» оказался щедрым на осадке. Работы еще много. Для уборки улиц города задействовано 125 сотрудников и 27 машин. Контролируют состояние двухснежных площадок экологи. Мы со своей стороны совместно с лабораторией аналитического контроля проведем пробы земли на наличие загрязняющих веществ. В случае, если будет превышение, лицо эксплуатирующую площадку будет привлечено к административной ответственности и будет предъявлен вред причиненной окружающей среде, если будут превышены нормы загрязнения данного земельного участка. То есть от того, как будет выполнена рекультивация, зависит частота этого земельного участка и возможность его использовать в дальнейшем. Почему? Потому что повторно использовать временную площадку для складирования снега допускается только в том случае, если по результатам проведенных анализов проб не выявлено превышение нормативных показателей загрязняющих веществ. Но до календарной весны всего 4 дня. Какой будет следующая зима, остается только гадать. Что же касается Бавруйских Альп, то таять они будут в зависимости от объемов. В тех местах, куда не прокрадываются солнечные лучи, снег может лежать еще очень долго. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бавруйск, 360.